2020 в нашей стране объявлен годом памяти и славы. Мы будем отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Живых свидетелей тех страшных событий осталось немного. Они уходят от нас и пополняют ряды бессмертного полка. 9 мая 75 лет Великой Победе. Этот праздник для нас никогда не утратит своей актуальности. Каждый год мы открываем новые имена героев и неизвестные подробности сражений Великой Отечественной войны. 9 мая мы, как обычно, пройдем по улицам городов с бессмертным полком. А сегодня я объявляю медиаконкурс, посвященный послевоенным трудовым будням и подвигам наших ветеранов-победителей. Создайте видеоролик о своем ветеране. Используйте все то, что бережно храните в семейном архиве. Фотографии и документы. Покажите письма с фронта, ордена, медали. Расскажите о жизни ваших героев в мирное время. Где работали, чем занимались, о чем мечтали и что рассказывали о войне. Для того, чтобы снять видеоролик об участнике Великой Отечественной войны или труженике тыла, совсем не обязательно использовать видеокамеру. Достаточно будет мобильного телефона. Смонтировать видеоролик можно в стандартных программах на компьютере, либо смартфоне. Приложений сегодня очень много. Во время съемок телефон необходимо держать не в вертикальном, а в горизонтальном положении. Помимо фото, видео и документов из личного архива, можно использовать материалы из открытых источников в интернете. Прием работ на медиаконкурс стартовал сегодня, 3 февраля, и продлится до 15 марта. Отправить заявку на участие и прочитать положение можно на официальном сайте фонда Александра Прокопьева. Авторов лучших видеороликов отметят ценными призами. Это ноутбук и смартфон. А победитель встретит День Великой Победы в Москве. Трехминутный видеоролик вы делаете не только для участия в конкурсе. Возможно, что спустя годы именно из ваших материалов дети и правнуки узнают, где воевали ваши ветераны, какой подвиг совершили, и о том, как помогали стране вернуться к мирной жизни. Те страшные события не прошли мимо и моей семьи. Сражался за родину мой дед Плохотин Василий Сергеевич. И вместе с его правнуками мы сняли видеоролик, который свидетельствует о нашей памяти и благодарности. Евгений Плохотин специально для программы День с толком.